Ваше Высокопресвященство и Пресвященство, дорогой Владыка-Наместник, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую и поздравляю с этим замечательным праздником, с памятью святаго благоверного князя Даниила Московского. Вот существуют как бы очень разнонаправленные и как будто бы даже несовместимые понятия. Это власть и святость. Что такое власть? Это подчинение других своей воле. Это требование, чтобы другие исполняли то, что желает правитель. Вот в этом вся суть власти. Один управляет другими или множеством других. Если святость – это в первую очередь смирение, послушание воли Божией, то как можно совместить власть и святость, которые действительно представляются абсолютно разнонаправленными жизненными ориентирами. Но вот в русской истории были удивительные примеры того, как власть и святость соединялись. Вот одним из таких примеров является князь Даниил. По своим личным качествам – смирение, скромность, отсутствие всяких властных амбиций. Но он уж никак не годился быть властителем, чтобы подчинять своей воле, воле других. Но взойдя на эту свечницу светской власти, он ведь не оставил своей духовной жизни. Он не изменил своим жизненным ориентиром. Он остался таким, каким он был и до принятия этого служения. И взойдя на высоту светской власти, он своей жизнью осветил это место, где принимаются решения, в том числе и связанные с насилием, и даже с принесением смерти. Потому что что же и как же иначе можно понять военные действия, инициаторами которых нередко становятся государственные властители, как непринесение других на жертвенник этой войны. И вот святой благоверный князь Даниил, имя и память которого мы сегодня творим, вот он и удивительным образом соединил несоединимое. А в каком случае это возможно? Ну как действительно можно соединить то, что разнонаправленно действует в жизни? Можно соединить. В том случае, если человек и во власти поставляет себя под власть Бога. Если человек и во власти считает всенепременным для себя исполнение Божьих заповедей, и вот тогда греховное во власти уходит, исчезает. И такой человек исполняет властные полномочия только движимый, своим долгом и любовью к другим людям. И на этом пути нередко в истории было так, да и может быть и в настоящее время так имеет место, когда для того, чтобы осуществлять это служение другим, нужно в первую очередь позаботиться о безопасности других. А когда возникает опасность тем, кто верен человеку во власти, тогда и меч из ножен обнажается. И вступает такой человек в борьбу, и кровь проливает, но не за свои амбиции, не за свое желание владеть и обладать и покорять, а движимый только одним защитой тех, кто верен Богом, его попечительству. Вот так именно великие святые угодники Александр Невский и Даниил Мостковский осуществляли свое княжеское служение. Никто не бесчинствовал, никто не проливал несправедливо кровь других, но когда это было необходимо, особенно в случае с Александром Невским, не защитил жизни своей, чтобы защитить свой народ. Вот эти замечательные примеры, они дают образец того, что означает справедливая власть. Что означает человек во власти, у которого сохраняется надежда на спасение. И когда он свои мысли и свою волю подчиняет Божьему закону, а это предполагает, что никогда и ни при каких условиях такой человек не совершит несправедливого деяния. А если по справедливости необходимо и меч из ножен извлечь, то это деяние не будет греховным, потому что направлено не на защиту личных собственных интересов, а на защиту тех, кто верен попечению тому, кто во власти. Вот эти замечательные примеры древности, дай Бог, чтобы они вдохновляли и современных правителей, особенно тех, которые являются людьми православными. Но самое главное, чтобы эти примеры вдохновляли и весь народ наш, потому что ведь не только власть на самом высоком уровне осуществляется. Вся человеческая система отношений предполагает наличие у кого-то властных полномочий. Кто-то над кем-то поставлен, кто-то кем-то управляет. В очень малых и незначительных масштабах, а иногда весьма значительных, это и рычаги политического влияния, и экономического, морального и прочего. Так вот, те, кто во власти, должны руководствоваться примерами таких великих угодников Божьих, которые стали национальными героями, мужественными защитниками Отечества, как князь Александр Невский и Даниил Московский. Пусть их память актуализируется в сознании современников, то есть станет не какой-то былинной историей, а реальным примером, которым можно руководствоваться, в том числе и осуществляя властные полномочия. А мы с вами, православные люди, празднуя память святаго-благоверного князя Даниила и, конечно, одновременно и князя Александра Невского, вызываем к ним, особенно сейчас, в трудное время, в трудный период нашей истории, чтобы они молитвами своими защитили Отечество наше, умудрили тех в России, кто во власти, дал силу воинам нашим, а всем нам и силу, и способность не просто сохранять веру православную, но жить по этой вере. И тогда Россия будет непобедима. Вот эти молитвы сегодня мы возносим к святому благоверному князю Даниилу, прося его ходатайства пред лицом Божиим о земле русской, о граде Москве и о сей святой обители. Аминь. С праздником поздравляю вас. С помощью Божьей всем и благословения. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok